Ассаламу алейкум, мир вам! С вами Кадыр Маликов на телеканале НТС в программе 100 вопросов О. Что является главным в карьере мусульманина? Наверное, самым главным в карьере мусульманина является исполнение дел должным образом. Иткан на арабском языке. Наш пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалам, в одном из хадисов сказал, что лучший мусульманин – это тот, который исполняет свое дело должным образом. То есть это означает, если любой из нас занимается каким-то делом, он должен доводить это дело до конца или делать это дело должным образом, быть профессионалом своего дела. Это раз. Второе. В карьере верующий мусульманин должен ставить целью исполнения своего дела как части поклонения. Я имею в виду то, что он должен делать любое дело ради довольства Аллаха. И это дело он делает для людей. То есть любой человек, любая профессия, будь это садовник, профессор университета, дворник, все профессии, они уважаемы. И человек, занимаясь своей профессией, он должен стремиться в своем деле делать это, доводить ее до совершенства. Это является лучшим продвижением в карьере. Человека ценят в обществе за его отношение к труду. В исламе то же самое. В исламе человек ценится за его отношение к делу, потому что это дело он делает ради довольства Аллаха. Он зарабатывает саваб, зарабатывает вознаграждение на этом и на том свете. Поэтому среди народов всегда существовало такое понятие, как мастер своего дела или уста. К такому человеку обращались, такого человека знали и очень сильно уважали. То есть верующий мусульманин в своей карьере должен ставить целью не только достижения каких-то высоких постов ради поста. Это ложная цель, а именно достижение карьеры является, когда тебя признают действительно мастером своего дела, действительно ответственным, действительно, я бы сказал бы, профессионалом своего дела. Это очень важно сегодня, потому что сегодня многие ставят неправильные, ложные цели. Именно достижение каких-то постов. Как правильно выбирать профессию? Нужно ли говорить на собеседовании, что ты практикующий мусульманин? Вы знаете, на сегодня нужно говорить о том, что если ты верующий, то если работа связана с какими-то нюансами, то верующему обязательно надо предупредить работодателя о том, что он верующий и должен отлучаться от работы, допустим, на исполнение намазов. Или, допустим, находиться там, где нет харама, да? То есть спиртного или там других каких-то вещей. Для чего это нужно? Для того, чтобы работодатель мог решить, брать вас на работу или все-таки не брать. И если брать, то создать для вас условия, условия для верующего человека. У нас в стране работодателю необходимо учитывать то, что в Кыргызстане более 90% этнически считают себя мусульманами и также очень много верующих, кто практикует ислам. И поэтому необходимо, наверное, создавать условия для верующих, чтобы мы могли чувствовать себя вполне комфортно на любой работе. Какими качествами должен быть движим мусульманин при росте карьеры? Одно из самых главных, наверное, качеств – это порядочность, это честность, правдивость, точность исполнения во времени, когда мы должны показывать свою веру не языком, а на делах, именно через свое поведение. Поэтому, когда мы хотим карьерного роста, мы должны правильно ставить цели, что карьерный рост нам нужен не для того, чтобы показать себя, для показухи, добиться каких-то результатов и так далее, а для того, чтобы показать пример другим верующим, другим простому населению также, что любой верующий, любой простой человек может добиться определенных хороших результатов. Правильные цели – это половина сделанной работы. Если вы делаете цель, ставите цель служения народу через служение довольства Аллаха, достижение довольства Аллаха через служение народа, то Аллах поможет вам. В этом случае вы должны правильно работать над собой, уметь находить общий язык с коллективом. Ни в коем случае нельзя ставить кого-то ниже себя, потому что в исламе самое важное – это человеческие отношения, это искренность перед Аллахом, это честность, порядочность, отношения среди людей. Они должны выстраиваться на основе братства, любви, взаимопомощи. С вами был Кадыр Маликов на телеканале НТС в программе «100 вопросов о…» Мал左右 и «400 вопросов а». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...